В Махачкале, 14.45, студия Бедернисия Гусейнова. Здравствуйте. Новости. Абдурсамад Гамидов ознакомился с ходом строительства школы в столичном посёлке Новой Тарке. Исполняющий обязанности председателя правительства сообщил, что до конца этого года в республике будут сданы ещё 10 новых школ. Цель строительства школ – ликвидация трёхсменного режима обучения. Для полной ликвидации трёхсменки в Дагестане нужно построить ещё 17 школ. И в этом направлении правительством Дагестана проводится необходимая работа. Абдурсамад Гамидов в очередной раз встретился с погорельцами и представителями дирекции рынка ДАК «Электромаш». В рамках встречи обсуждены проблемные аспекты строительства новых торговых площадей на месте сгоревшего рынка, а также возможность компенсации пострадавшим. Пятый Всероссийский съезд сельхозкооперативов в Москве собрал на одной площадке свыше 500 человек из 70 регионов России. Дагестан представляет зам исполняющего обязанности министра ведомства Джамалудин Магомедов. Сегодня на съезде пленарное заседание под председателем министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва. Сегодня в Национальной библиотеке открытие выставки, посвященное противодействию идеологии терроризма «Мир без войны». Сегодня в Махачкале в интернате «Сироты» ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Малые игры доброй воли». 240 школьников со всех уголков Дагестана приняли участие в 23-й Республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». В столице Дагестана торжественно открылось подразделение транспортно-логистической компании группы компаний «Деловые линии». В региональной общественно-приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Махачкале приём граждан провёл заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Ильяс Умаханов. Правительство республики намерено в ближайшее время определить границ новых рыбопромысловых участков в Дагестане и создать комиссию по вопросам обеспечения региона собственной рыбой. Управляющий директор Дагестанской энергосбытовой компании «Магдегитинов» встретился с гендиректором МРСК Северного Кавказа Юрием Зайцевым. В ходе встречи обсуждены вопросы производственной деятельности компании. Новости культуры. Дагестан вошёл в топ-десятку регионов-лидеров по темпам развития культуры. Об этом стало известно на совместном заседании Координационного совета по культуре и туризму при Министерстве культуры России, проходящем в рамках 6-го Санкт-Петербургского международного культурного форума. Девять из один из всевозможных золотых медалей выиграли дагестанские спортсмены на Кубке России по Ушу Санда в Москве. В Махачкале 8 градусов. Кубке России по Ушу Санда в Москве.